Татьяна, и мы продолжаем обсуждать Зею, но я его не показываю, потому что, по всей видимости, она ее доделает и сама покажет. Вот. И Римма прислала речку, которую я не успел разобраться, коллеги. Река Харга. Все, у нас осталось, коллеги, я предлагаю посмотреть Харгу, потому что, чтобы, во-первых, Римма двигалась вперед активно, а коллеги, а вы говорили, о-о-о, да, тоже хотим так же двигаться вперед. Потому что у нас, в общем-то, остались глубины деформации, сейчас Харга, если я правильно ударение ставлю, а потом рассказываем методы глубины деформации, и все. И получается, что у нас теория, коллеги, закончится. Уже будем дальше двигаться. Так, сейчас я выключу, мне не мешает. Так, вот, находится где? Находится Амурская область. Опять же, приток Селимзы, я так понимаю, да? Да, это Селимзы, не помню. Вот. Низкогорная и среднегорная сторона. Отлично. В районе хребта Эзоп. Вытянут с юга на северо-запад. Многолетним взлотам, представленной рекой Харгой, ее притоками. Берет начало на северном склоне горного хребта Эзоп. Все понятно. Да, сейчас мы посмотрим, потому что вообще-то я как бы сегодня буду говорить, что я не разобрался, коллеги. Не разобрался, ну и что? Ничего страшного. Так, вот Селимджа. Вот наша Харга. Течет, условно говоря, с юга на север на нашем участке. Вот наш участок в районе Златоустовска. Действительно горы, да, коллеги? Горы, горы, горы. Высокие горы такие разные. Вот. Но в то же время не сказать, что прямо русло зажато, коллеги, да? Давайте что-нибудь еще группнее. Поскольку средние горы пологосклонные. Заболоченность склонов и водоразделов. И в то же время и заболоченности самой долины тоже, да? Террасы. Шесть циклов. Роспи золота. Ну, коллеги, роспи золота. Это очень ценно, потому что сейчас увидим, что там творится. Коллеги, вот самое главное. Поймы распространены, коллеги, тоже очень важно. То есть у нас с одной стороны горы. То есть откуда вот это золото-то идет? Я не знаю, откуда золото идет, но в принципе для того, чтобы золото можно было отбирать, нужно, чтобы оно откуда-то приходило, а потом где-то откладывалось. Откуда оно приходит? Не знаем откуда, но откуда-то с гор, да? Предположим, какая-то жила там размывается. А куда оно приходит? Вот туда, где может отложиться. А где может отложиться? Можно отложиться как раз вот на пойме. То есть там, где оно сначала двигалось, а потом перестало двигаться. И тут оно отложилось. И тут оно еще просто сконцентрировалось. И вот там как раз, коллеги, вот эти вот отвалы, гражданных отработок, котлованы, коллеги, техногенные формы рельефа, коллеги, вот это, на мой взгляд, самое ключевое. Но я опять же повторяю, что я участок не разобрал, я его не прочувствовал до конца, но все-таки понятно, что на это надо обращать внимание. Долина, ящикообразная. Вот это очень ценно, потому что, что значит ящикообразная? Значит, с широкой по низу. Не V-образная, не треугольничек такой, а такой вот ящикообразная. То есть как раз, то есть широкое дно долины, там пойма, там аллювий, там золото. Там еще копают. Вот, шириной это 2 километров. Хорошо. Терраса. Тоже хорошо, да еще высокая терраса. Это что значит? Это означает, что все-таки, хотя у нас ширина дна долины 2 километра, но все-таки то место, где путешествует река последние, там, 10 тысяч лет, это все-таки уже непосредственно сама пойма. То есть на террасу, скорее всего, речка не запрыгивает, да? То есть это значит, какая-то часть от этого дна долины занимает активная пойма. Русло прямолинейное. Ну, сейчас посмотрим, да? Потому что, по-моему, мы не написали, Варима, да, какой тип руслов процесса. Ну, мы попытаемся все-таки сказать, да? Потому что прямолинейное, это значит неимендрирующее. Шлина русла 55 метров. И глубина, смотрите, вот очень интересно. Что такое ширина 55 метров, а глубина полметра? Это означает широкая, плоская. Ну, и, не вернусь, сразу скажу, что это явно неимендрирование, коллеги. Приимендрировании, при ширине русла 55 метров, глубина, ну, это еще, наверное, глубина воды, да, в реке. Это непосредственно глубина реки. Мы же с вами различаем глубину реки и глубину воды. Глубина реки – это от бровки до дна. Это как бы глубина русла. А глубина, то есть у реки как бы есть русло, есть вода. Вот, поэтому, скорее всего, это глубина воды на различаемом участке полметра, потому что вряд ли в бровках русло было бы глубиной полметра, да? Скорее всего, в бровках все-таки там что-то побольше есть, а наполнение воды было 0,5. Но еще это тоже мало о чем говорить, потому что уровень воды, понятное дело, в реке меняется от водности. И, соответственно, и глубины могут быть разные. Да, то есть это вы на момент обследования, и вот это лучше всего прямо вот эту фразу писать, что во время выполнения там о-о-о такой-то полевых работ там прямо написать там в июле 2014 года глубина реки, максимальная глубина реки там 0,5, средняя 0,3. Вот, чтобы дать сигнал о том, что не всегда так будет. То есть там будет еще когда-то идти большая высокая вода, и поэтому явно, что уровни будут больше, и глубины будут больше. Но глубина русла будет более-менее постоянно. Если там есть глубина русла от бровок до дна, там, 2 метра, то примерно в пределах этих двух метров и будет глубина русла, независимо от того, какая будет глубина воды. Глубина воды может быть как меньше 2 метров, глубины русла, так и больше этих 2 метров глубины русла. Вполне может быть, что там заполнена вся пойма, и там глубина в русле будет 3 метра воды. Ну, ничего. Так, вот это тоже крайне ценно, коллеги. Вот, то есть там и карьеры, и отвалы. Прямо в русле, прямо на пойме. Вот, соответственно, вот блестящий рисунок. Если вот это какой-то домик, какой-то там самосвальчик, или что-то такое, да, порядка такого вот. Ну, тут вот мы что видим, да, и вот мы что видим, да. То есть это вообще обалдеть. Я в своей жизни, драго, да, был на, ну, примерно такой участок, я наблюдал на Северном Кавказе, река Лаба. Южный левый приток реки Кубань. Кубань равнинная такая, широкая, а Лаба, она такая горная. И не то, что вот, потому что горные тоже могут быть разные, да, горные могут быть такие вот скалистые и очень крутые, а могут быть такие уже более-менее пологие, вот, быстренькие и не очень крутые. То есть, не сказать, что там уже прямо обалденный уклон, вот, но в то же время есть. И крупня. Отложение очень крупное, вы об этом писали. Вот, ну, тут подобное я видел, вот, тоже так, также река течет сначала с горы, потом она выходит на долину, плоскую, пологую, сначала долина не очень широкая, потом все шире, шире, шире. И там тоже вот добыча этих, ну, там не золото добывают, а там добывают просто сами камни. Называется дробильно-сортировочный ДСК, дробильно-сортировочный комбинат. И там стояла тоже такая же примерно драга, вот, и нам, когда мы, там внутрь можно зайти, там внутри типа цеха, такое многоэтажное здание, там ходить можно по нему, вот, ковш там размером такой, что можно на самосвале заехать. Вот, и нам сказали, что это самый маленький шаг, он как-то самодвижущийся был, вот, сказали, что это самый, самый маленький такой. Вот, хотя мы от него обалдели, конечно, полоски. Мы залезали на вышку, не знаю, на стрелу, мы на эту залезали, но не я, я побоялся, у нас был там специалист, он залезал наверх, чтобы пофотографировать русловые формы, саму речку пофотографировать. Вот. Ну, что, коллеги, можно сказать, коллеги, в общем, ужас, ужас, когда там перекопано, то все. Так, ну вот, покрупнее та же карта, тоже течет с юга на север, наша река, в наш участок, город или какой-то населенный пункт, не знаю, мост, коллеги, мост, да. Очень хорошо видно, высотой примерно трехэтажный, да, обалденный такой. Ну, что, видим горы, видим горы, но в то же время, коллеги, мы видим довольно широкое такое вот дно долины, да, что вот так, где-то вот так. То есть нельзя сказать, что река там прямо теснится, вот тут приток тоже, вот, нельзя сказать, что река прямо теснится, уж, то есть, а в принципе, где ей путешествовать, в общем-то, очень хорошо есть. И, ну, в результате мы придем к выводу, что, в общем-то, Риме повезло, потому что здесь есть дорога, дорога. А, тут сужение есть, коллеги, смотрите, здесь есть сужение, видите, вот этот вот отрок вот этого повышения, он именно в этом месте поджимает. Вот смотрите, здесь вот у нас ниже по течению такая болотина, да, и выше по течению такая болотина. Здесь впадает приток севернее, и здесь южнее тоже впадает какой-то приток. А вот здесь, где квадратики я нарисовал, здесь вот какие-то, ну, все-таки повышения. И здесь и идет дорога, да, она даже огибает, коллеги, дорога даже огибает вот это повышение вот сюда здесь сам населенный пункт вообще на высоком берегу получается, что именно, коллеги, именно в этом месте все-таки долина несколько загружается и наверное именно поэтому здесь когда-то был переезд через реку именно поэтому построили мост, именно поэтому сделали населенный пункт все это вместе взаимо связано ну и может быть кстати, как раз с этим же и связано то, что здесь золото добычи Потому что это покрупнее карта, а вот когда мы посмотрели на более мелкой карте, мы видели, что сначала река стекает с гор, то есть уклоны большие, она оттуда тащит золотишко, а здесь она его разгружает. Тут уже полога, тут уже вода-то есть, в воде-то надо течь, вода течет дальше, а вот наносы не могут течь, коллеги, дальше. Они вываливаются, если там они на большом уклоне при стоке с гор хорошо двигались, то здесь они не очень-то двигаются, коллеги, и вот эти наносы, коллеги. Видите, тут разветвленность какая обалденная, то есть река не знает, куда деваться, она вот эти наносы, которые вывалила вот здесь, она их обтекает и слева, и справа, и посредине, и течет. То есть это можно сказать, что это одно широченное и очень мелкое русло. Вот оно распласталось таким образом, оно вывалило, река притащила сюда эти наносы и тут вывалило. И вот эти наносы, она уже не может с ними справиться, она бедненькая, бедненькая, кое-как там между ними протискивается. Видите, вы видите, да, эту толпу народу, да, который пытается здесь протолкнуться. Ну, такая вот аллегория, она нам полезна для того, чтобы понять вот русловые процессы, которые здесь происходят. Ну, смотрите, дальше здесь, наверное, тоже что-то было ниже по течению, но уже менее выражено и уже отвалы. То есть, скорее всего, здесь уже все выкопали. Вот то, что хотели, там уже все переработали. Что сделали с руслом, коллеги, русло прижали, русло, ну, тебя фантазируют, я точно не знаю, но смотрите, русло прижали к правому берегу, здесь прижали к левому берегу. Вот, а это все уже техногенный рельеф, сюда уже реку не пускают. Здесь тоже, коллеги, отвалы. То есть, там, то есть, что тут ниже моста, ниже Златоустовска, по всей видимости, уже над рекой хорошо поиздевались. А вот здесь, коллеги, еще только ждет это, ждет издевательство река над собой. Здесь она еще не настолько измучена, как ниже по течениям. Ну, ладно, то есть, мы что-то тут поняли, да? Сто лет они там добывают золото. Вот, то есть, сто лет добывают вот это, то есть, Златоустовск. То есть, это золото и устье чего-то. Не знаю, может быть, этот Эльгакан впадает, ну, устье, ну, не знаю, да. Болтанак. Хаврижна какая-то. Отрадный. Казанский. О, как раз туда, смотрите, татары приезжали. Все. То есть, в целом, горная река, которая превратилась на данном участке, уже почти равнинная, такая почти равнинная, такая полугорная. В целом, долина широченная, но в нашем участке. И вообще, нам повезло, коллеги. Вот в этом смысле, нам повезло, коллеги. Если бы у нас был какой-нибудь вот этот участок, то вот это был бы ужас-ужас. Ужас-ужас-ужас. Но пока, коллеги, просто ужас. Почему? Потому что здесь есть мост, и есть вот этот мостовой переход, который, ну, по всей видимости, я не знаю, но по всей видимости, он перекрывает долину, перекрывает пойму. И, по всей видимости, основная часть течения реки, вот этой нашей Харги, концентрируется под мостом. Ну, соответственно, это мы уже с вами, были у нас похожие, ну, похожие участки по мосту. По мосту, и там, ну, река были, были реки, например, были меандрирующие, да? Ну, ничего, и там спокойно себе этот мост держал поток и русло вот этой меандрирующей реки, да? Там он его выпрямлял. Ну, мы не знаем, коллеги, где яйцо, где курица, или мост делает в том месте, где река более спокойная. Это тоже правильно. И в то же время мост, самый переход, тоже начинает регулировать реку. Потому что это, вообще-то, мощное сооружение. Поэтому, так как у нас участок, я так понимаю, где-то вот в районе моста, или даже под самым мостом, я не знаю, под что делается у нас изыскание, то нам повезло. То есть, если мы в районе моста, то хорошо, коллеги, просто хорошо. Вот, это уже то были старые карты, старые, генштабовские 70-х, 80-х годов, а это уже более современные, примерно 2005 года, этот участок. Ну, все то же самое, да? Тоже широкое дно. Вот, здесь тоже путаница всяких этих проток и островов. Ниже тоже все отвалы, мост. Вот, и видим, что мост такой, действительно, с дорогой, все нормально, все перекрывает. Вот. То есть, вообще, начинаем бояться даже, может быть, не столько реки, потому что с рекой бы мы, может быть, и разобрались. Сколько вот этих... Что-то не понял. Не понял. Так, вот, не понял, где тут что. Ну, вот, коллеги, у космических снимков мы обычно используем два вида космических снимков. Это гугловский и яндексский. Как узнать год? Для того, чтобы узнать год гугловского снимков, нужно зайти не на гугл-карты, хотя, может быть, и там можно, но я не умею. А открыть то же самое в гугл-планетах, в гугл-иос. Наверное, на 180 градусов. Да, такое впечатление, что элит вверх ногами, потому что у нас в Златоустовск, да, в Златоустовск. У нас, вроде бы, был весь с северо-востока. Вот. Ну, ладно, коллеги, сейчас, ладно, не будем, я не понимаю этот рисунок, я сейчас только про год. Вот, это Рим разберется, наложит, будет все отлично, будет все понятно. Про год хотел сказать, как раз, когда увидел год с вопросительным знаком, что в гугле, открываем гугл-кланету, гугл-иос, и там включаем, называется, показать, нет, называется, исторические снимки, или historical images, если у вас гугл-иос на английском языке. Нажимаете, и появляется такой пузунок. И вот пузунок, он и показывает, что там где. И, вроде бы, да, вот сейчас я, так как я пользуюсь сейчас только этим способом, то я уже не пользуюсь тем способом, который когда-то, помню, может, 2-3 назад мы их пользовались, там можно было просто включить отображение сведений о космическом снимке непосредственно прямо на карте. Но сейчас я уже этим не пользуюсь, я уже забыл, как это делать. Вот, в Яндексе, определить год, в самом Яндексе, или невозможно, или я не знаю как. Яндекс использует космические снимки с сайта, который, я не помню, как это называется, который называется типа космосминки. Я забыл точное название. Вот, то есть нужно залезть туда, на тот сайт, и там найти этот участок, и идентифицировать, не знаю, как в Гугле, в Яндексе говорят секретные информации. Ну, в самом Яндексе получается, что как будто секретные, потому что как найти в Яндексе, вот я не знал. Но узнать можно, да. Вот я вам рассказываю тот способ, которым можно пользоваться. Это залезть на сайт космосминки, и там прямо с Яндекса. Ну, узнать можно прямо с Яндекса. Вот, напишите, Антон, я не знаю, как с Яндекса. Я знаю, что теперь понятно, спасибо. Вот. Так, ну вот, теперь хороший космический снимок. Вот, смотрите, что ниже по течению, да. Здесь, понятно, у нас течение с юга на север, основное русло. Вот тут, вот, ниже по течению от моста, вот эти вот издевательства над рекой, и река прижата к правому склону долины. Населенный пункт выше по течению. Выше по течению тоже уже все, коллеги, тоже уже все изуродовано. Смотрите, изуродно. Вот. Стараюсь найти инструкцию для всех браузеров. Ага, спасибо, будет у вас очень здорово. Ну, теперь мы поняли про долину, про ширину ее, про пойму, что она искуроченная, что издевательство, что, о, в принципе, мы каким-то образом пытались понять тип русло-процессов, и это было бы что-то похожее на русловую набурканность. Ну, да, что такое русловую набурканность, это когда у нас много-много наносов, много-много островов, и такая вот наносы в русле. Но, теперь что мы видим? Выше зелененького малым, много беленького. Зелененькое что такое? Зелененькое это растительность, деревья, там, кусты какие-нибудь. Что такое беленькое? Беленькое это вот грунты, алюи. Ну, что мы здесь видим? Мы видим, что почти все беленькое, да? То есть, возможно, коллеги, вот видите, какой-то отголосок. Вот непонятно, вот что. Это такие, значит, вот такие, вряд ли, что это, то есть, я не знаю, что это. Или это прежнее положение русла, наверное, да, это прежнее положение русла. Но, в то же время, может быть, это такие виды карьеров, которые вот вытянутые, и в то же время отвалов, в общем, коллеги, я ничего не понял. Ну, и хорошо, коллеги, вот то, что не понял, вот все это надо описать в описании участка, коллеги. Вот это непонятие, то, что вот эта огромная роль русла антропогенные, следы от драги, да, вот это все как раз надо очень четко написать. И в начале раздела руслопроцесса. Не в конце, не знаю, с инициативными знаками, но главное, чтобы это пользователь очень четко прочувствовал тот вот ваш проектировщик, чтобы он этого боялся. Потому что, может быть, он, не знаю, я прошляпил, под что вы делаете изыскание, раз в районе моста, может быть, не знаю, может быть, это реконструкция моста. Для чего? Чтобы проектировщики уже согласовывали тогда свою жизнь, свое строительство, свою эксплуатацию этого моста или другого гидротинического сооружения уже с работой вот этих копателей. Вот, крупный космический снимок. Ну, что мы тут видим? Мы видим, что русло относительно прямое, мост относительно такой, он узенький по отношению к ширине долины. В то же время мы видим, что здесь какая-то антропогенность, здесь, по всей видимости, высоко. То есть тут, в общем-то, такое узенькое место. Поэтому все то, что мы рассказывали выше и ниже, обычно очень интересно. Обычно очень интересно, потому что у нас происходит в створе, а генезис причины, мы часто смотрим выше-ниже и обычно выше. Вот, в данном случае, может быть, тут ничего страшного. Вот, например, если вы делаете под мост, то, может быть, и ничего не страшного. Потому что, если вы будете здесь давать плановые деформации, то, скорее всего, они здесь, ну, чем-то ограничены. Хотя, я не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас они четко ограничены существующим мостом, да? Видите? Вот. В то же время мы увидим, что русло с островом. Этот остров, он протягивается под мостом, начинается выше, заканчивается ниже. И русло почти, что чуть ли не двухорукавное такое. Видно, да, что один рукав здесь, по всей видимости, помощнее такой. А второй такой вот немножко полумертвый, потому что, видите, здесь вот такой вот... А, ну, это понятно, это здесь этот брод. Вот. Ну, в общем, что? В общем, плановых не особо боимся. Потому что, ну, нет извилистости. Нет вот этого вот метания реки, да? Она, бедная, не может справиться с теми наносами, которые в ней там есть. Она, как понурая лошадь, медленно-медленно и уныло идет только вперед. Вот. Не боимся плановой деформации. Это плановая деформация непосредственно русла. То есть, имея в виду, что вот это русло все вместе, скорее всего. А это русловой остров, то есть, скорее всего, мы говорим сейчас, когда, если не боимся, то о береге левом непосредственно основного русла и береге правом вот здесь. А теперь уже переходим с то, что происходит тут внутри, коллеги, вот внутри вот здесь вот. То есть, это уже, в общем-то, не плановая деформация вот этого острова, коллеги. Мы вообще, ну, тут, как сказать, я не знаю, может быть, это вообще такой вот вообще эфемерный остров, который вот и есть, и нет, и через 30 лет, может быть, никаких следов от этого острова здесь не будет. Может быть, основное русло будет не у левого берега, не у правого берега, а вот как раз здесь, посредине. То есть, о плановых деформациях этого острова даже не говорим. А может быть, я не прав. Может быть, это такой вот очень медленно передвигающийся остров, если мы его увидим, например, на древних картах, на современном космическом снимке. Если мы докажем, что он не двигается, то да. Но вообще-то его, то, что он не закреплен растительностью, говорит о том, что все-таки, скорее всего, он движется. Скорее всего, все-таки он такой вот, ну, низенький, заливается водами, поэтому ничего там не закрепляется, никакая растительность, там все активно перемещается, что каменюшки там все такие живые, двигающиеся, в общем, надо фотку с моста хотя бы. Вот. И тогда у нас мы выясняем, что мы будем думать о плановых деформациях левого берега, о плановых деформациях правого берега. Не будем думать о плановых деформациях этого острова, а будем думать о глубинных деформациях, пределах всей ширины вот этого подмостового отверстия. Так, ну, как раз вот мы к глубинным деформациям и перейдем. Вот, Римма сделала наложение, то, что называется совмещение, карт, старые карты, 50-тысячные, современные космические смены. Смотрите, у нас получается, что есть два разных участка. Один участок верхний по течению, нижний на рисунке, и второй участок нижний по течению, верхний на рисунке. Ну, условно, я разделил так примерно, да. И мы видим, что, ну, например, вот этот участок, который нижний по течению, а здесь что? Здесь, по всей видимости, вот эти издевательства человека над рекой, они уже были давно. Как вы говорите, сто лет копали, и вот уже когда-то там, 70 лет назад, вот все здесь копали, 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 и русло уже отвели вот сюда. И здесь, скорее всего, у нас оно уже, видно, что оно не смещалось, что оно прямое сохраняет свое плановое положение. Вот. Почему это может быть? А потому что у нас правый берег высоченный, да, здесь населенный пункт, левый берег, вот этот теперь он уже стал, левый берег русла, он уже закреплен. То есть там уже отвалы так сделаны, по всей видимости, чтобы сюда вода не попадала, потому что она мешала. Русло отвели для того, чтобы удобнее копаться не в русле, а удобнее копаться в бывшем русле. То есть русло отвели справа, прижали правому склону долины, а слева тут уже все вытворяли. И, по всей видимости, изолировали какими-то там отвалами, таким образом, чтобы русло сюда не приходило. То есть здесь оно бедненькое, зажатое, оно антропогенное. Это практически канал. И, как видим, река особо-то и не рыпается, да, она не хватило сил тут чего-то вытворить. Все, теперь этот участок, переходим вот к этому участку, который выше моста. Мы видим здесь, что раньше, вот это розовенькое, вот это с островами, это написано с чем-то 58-го года. Здесь раньше была русла Микрухаунска. И, а в современном, видим, что теперь русло прижато к левому берегу, к левому склону. Даже не склону, здесь склон-то вот здесь где-то, вот за дорогой. Вот, просто влево. То есть, что, канализованно. То есть, точно сказать не могу. Но в целом, можно представить, что, по всей видимости, здесь намечаются... А, и мы это даже видели, вроде, на каком-то... Какие-то издевательства над руслом. Точнее, даже не над руслом, а уже над остатком русла. То есть, то, что, можно сказать, пойма теперь. Вот вправо в части. Поэтому русло довольно хорошо канализовано. Смотрите, оно на одной единой прямой линии. Как выше моста, так и ниже моста. То есть, поток как будет течь до моста спокойно, как будет под мостом спокойно протекать, так и ниже моста, он так же по прямой, и будет еще и еще и течь дальше прямо. Ну, вот до подхода к коренному склону. То есть, ничего опасного нет. Хорошо спрямили. Было бы хуже, коллеги, если бы... То есть, по всей видимости, это антропогенное русло, как выше моста, так и ниже моста. Было бы хуже, если бы это антропогенное русло бы сделали вот так. Сначала до моста вот так, а потом после моста вот так. То есть, здесь, таким образом, устроили бы какое-то вот нехорошее что-то. Но здесь все хорошо. Это еще раз нас убеждает в том, что не надо, по крайней мере, бояться от каких-то особых плановых информаций. А о глубинах надо говорить отдельно. О, еще один космический снимок. И здесь все не так, как я рассказывал. Коллеги, смотрите, здесь вот это вот, не знаю, антропогенное, наверное, русло. Смотрите, тут вот нехорошо. Вот это нехорошо. Смотрите, здесь вот так. Вот тут что. Вот это нехорошо. Потому что, смотрите, по всей видимости, русло неоднократно перекидывают слева направо, справа налево. Видите, справа уже копали, слева уже копали. Вот. И все-таки какой-то поворот между тем руслом, который мы знаем, что ниже моста прямо на север, то здесь оно как-то под углом. И под таким довольно значительным углом. Поэтому вот... То есть, что это антропогенное русло, канал, но сделанный очень плохо. Вот. Поэтому его надо бояться. Вот. Тут населенный пункт, значит, здесь ничего не было. Тут населенный пункт, тут мост. По всей видимости, значит, ну, место для моста хорошее. Вот. Поэтому где ваш участок? Если ваш участок вот здесь, вот, то надо плановые дать пошире. Дать пошире в пределах вот... Ну, в общем, в пределах того, где вот что-то такое ужасное, вот в пределах этого и давать возможные плановые деформации. Вот. Если здесь, то вот так давать плановые деформации. Вот. Ну, а про глубинные, в общем, поговорим отдельно, коллеги. Все. Коллеги, какие мысли появились по этому участку? Что мы хотим сказать Римме? Оп. Видела. Коллеги. Раз, два, три. Как слышно? Так, я слез слышу. Все, это что-то я вылетел. Ну, спасибо, коллеги. Ладно. Так, по плану у нас было, по плану у нас было еще, это, глубинный-то, коллеги.